От российско-турецкого конфликта выигрывает маленькая южно-кавказская страна. Армения получает гарантии безопасности на своих южных границах, не прилагая никаких усилий. Еще до инцидента с бомбардировщиком 11 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству подписать соглашение с Арменией о создании объединенной системы ПВО. Теперь Кавказский регион коллективной безопасности приобретает для России исключительное значение. Разрыв деловых связей Москвы и Анкары также дает уверенность Еревану, что Россия не станет защищать свои экономические интересы в ущерб Армении. Не было бы счастья и другие элементы народной мудрости проверил Жан Багиян. Например, это гранаты из нашего огорода и также груши. Подготовка к зиме в доме Анжелы Семеновны в самом разгаре. Холода в Араратской долине наступают быстро и надо успеть заготовить побольше дров и съестных припасов. Уже 30 лет пенсионерка живет в селе Ерегнаван близ армяно-турецкой границы. Когда-то домом был Баку, но оттуда пришлось бежать в разгар Карабахской войны. Отсюда до границы с Турцией два километра. Но столь близкое соседство с историческим врагом не пугает бывшую беженку. Она верит, что от любых бед защитят российские пограничники. Даже их не свадьба, когда они играют, слышно у нас дома. Я чувствую, что они очень близко. В любой момент могут напасть. Знаем, что, например, Россия нас защищает, российские солдаты защищают. Наши тоже есть солдаты, границы, которые служат. Насчет этого очень спокойно. Никакой страх, ничего нет. Мы очень спокойны. Армения оказалась в числе тех немногих государств, кому российско-турецкий кризис на руку. Дружить против Анкары здесь вполне готовы. Тем временем, по поручению президента Путина, Москва готовит соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе. Российская система ПВО функционировала в Армении и ранее. Ракетные комплексы С-300 и дислоцированная в стране эскадрилья ВВС несли дежурство, подчиняясь только российскому командованию. В новом соглашении речь идет о включении системы обнаружения и радиолокационных станций, дислоцированных на Северном Кавказе, под единое командование России и Армении. Россия сейчас пытается укреплять свои границы, свою сферу влияния. Потому что, в принципе, НАТО подошло очень близко к границам России. Это и в Прибалтике, сейчас это происходит. То есть процесс, хотя и медленный, но происходит на Украине. Процесс такой же в Грузии. Поэтому Россия пытается какие-то заделы укрепить вблизи своих границ, как, например, в Сирии. И фактически тоже идет большая игра. Фактически небо над Кавказом берется под общий противовоздушный зонд, что обеспечит большее радиолокационное покрытие. Государственная Дума документ уже ратифицировала. Теперь дело за Национальным собранием Армении. Нет никаких сомнений, что депутаты проголосуют за. Так или иначе, у нас есть своя повестка дня. По повестке дня будет идти. Договор был обсужден заранее. Были подписаны. Проходит понятие ратификации. Я думаю, что на уровне военных эти вопросы также и на практике разрешены. Как это все будет происходить. Искусственно, никто вопрос затягивает с армянской стороны не будет. Для России это укрепление южных рубежей и сдерживающий фактор для войск НАТО. Для Армении усиление системы ПВО – приоритетная задача военной политики в контексте Карабахского конфликта. В армянском обществе важность эффективно действующей системы ПВО почувствовали совсем недавно. В сентябре турецкие военные вертолеты дважды вторглись в воздушное пространство страны. Инцидент в Турции объяснили плохими погодными условиями. А в Армении сочли провокации, адресованные Москве за нарушение российскими истребителями турецкого воздушного пространства. Усиление присутствия России на Южном Кавказе уже вызвало беспокойство в Турции и Азербайджане. Оно и понятно. Ведь система охватит пространство всего региона – от Каспия до Черного моря. Действия Кремля приведут к еще большей напряженности в и без того испорченных российско-турецких отношениях. И вместе с тем изменят баланс сил между Ереваном и Паку. Это как совместное ПВО начнет действовать. С этого момента в Азербайджане просто ни одно воздушное судно не сможет подняться в воздух, не оставшись незамеченным с армянской стороны. В военно-политическом плане Турция – часть западного мира, член НАТО. А значит, геополитический противник России в регионах Южного Кавказа и Ближнего Востока. И, разумеется, нужно быть непоправимо наивным, чтобы считать совпадением тот факт, что планы о создании единой системы ПВО в Армении на практике начали реализовываться именно сейчас.